А сегодня депутаты меняли закон о е-декларировании. Правок столько, что теперь придется самим разбираться, за что в итоге проголосовали. Вот что увидела я на утреннем заседании. В парламенте так хотели все рассмотреть, что даже побоялись нардепов отпускать на перерыв, дабы не разбежались. И пока есть голоса, стали принимать законы. Первые вопросы повестки дня, которые касаются обеспечения прав переселенцев, на удивление прошли без споров. В зале, как никогда голосов за, не в натяжку. А дальше депутатские привычки взяли верх. На очереди президентские законопроекты о гражданстве. Но чтобы его рассмотреть как неотложный, нужно было сократить сроки для подачи альтернативных. Его-то рада сократила, но при этом о двойных паспортах говорили в зале все. 241 за, решение принято. Не допустимо, чтобы чиновники первой и третьей категории могли иметь возможность уничтожить ответственность криминальную за раскрадение бюджета, за коррупционные действия и так далее. А для простых граждан мы вносим изменения про оттерминование, сдачу паспортов других граждан. Есть очень хорошие законопроекты, которые почему-то не попадают в зал, которые предлагают, как очень просто решить это вопрос. Ты не вказал в электронной декларации свое подвойное гражданство? Криминальная ответственность. Там, где сейчас сегодня есть дискуссия о обычном гражданстве, там, где мы должны защищать права нашей диаспоры, это вопрос еще подходит обговорению. Но позиция нашей фракции о государственных чиновников, о народных депутатах, о суде, о представителях местного самовредования, есть очень четко. Конституция должна быть поддержана единственным гражданством. Отложив вопрос о наличии нескольких паспортов, нардепы перешли к еще более скандальному документу. Совершенно нескандальным названием. Изначально цель была освободить от заполнения Е-деклараций солдат, сержантов и курсантов. Но поправок к этому закону набралось на два часа обсуждений. А от некоторых новшеств пришлось отказываться на ходу. Например, от поправок о декларировании доходов редакторов и учредителей СМИ. Вчера ее предложили, а сегодня уже передумали носить. Всего-то ночь прошла. Я прошу выключить из этого перелека следующую категорию. Это СМИ. Логика тут очень простая. У нас есть прекрасный законопроект, который мы должны проработать и принять. Это про прозорность медиа-властности. Там это расписано куда более четко. СМИ выключили с голоса, но это тоже абсурд. Они сначала внесли, потом выключили. Это просто показывает их непоследовательность. Они должны быть последовательными, а в один способ, а в другой. Я, как человек, не поддерживаю декларирование представителями СМИ. Но я и в том последовательный. Я не вношу таких дурных правок, чтобы потом от них отмазать. Что касается другой поправки, то здесь нардепы прямо-таки настаивали. Обязать общественная организация отчитываться о доходах. И свое дожали. Исправление приняли. Очень много говорится о том, что антикоррупционеры, которые занимаются антикоррупцией, они должны быть честными перед человечеством. Они сейчас говорят, что они честные перед человечеством. Давайте дамо им право показать, что они честные. Посмотрите, какая смешная ситуация. У нас, очевидно, общественность имеет больше риска коррупционных действий, чем, например, главы сельских районов, а, например, главы того же Жбуча, того же Ирпеня, которые на сегодняшний день, большая часть из них, находятся под криминальными проведениями. Что вы делаете? Будут все люди, которые борются с коррупцией в гражданском секторе. Это все организации, которые занимались электронными декларациями, або закону про НАБУ. Теперь их этим обязывают заниматься, заполнить электронные декларации. Одною метою – их поставить под контроль силовых структур. Они не имеют отношения к государственным денег, но их обязывают заполнить электронные декларации с всем паровозом, в ответственности, который за этим идет. В итоге закон об электронном декларировании изменили так, что теперь придется долго трактовать все то, что приняли с руки, если, конечно, его подпишут. Я не буду подписывать закон, который соперечит один одному в каждой статье. Вы сегодня проголосовали поправку «Чорновол» про то, что люди, которые впервые подают декларацию, должны подавать ее в 2018 году. И потом те сами люди проголосовали поправку Алексеева, что они должны подать в 1 травня 2017 года. Как называется эта хвороба, пане Борезюк? Расскажите мне. 268 нардепов поддержали все изменения в закон о е-декларировании. А вот другие документы уже проходили без энтузиазма. К примеру, нардеп от радикальной партии Андрей Лозовой голосует сразу за двоих. И все ради того, чтобы с энной попытки принять закон об отмене использования печатей на документах. Теперь они не нужны. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин